Привет, с вами Вершитель Судеб, и сейчас я надаю нихуевой пизды одному заключенному смертнику, а именно казню его. Процесс казни не так прост, и имеет свои подводные камни. Например, если вы казните заключенного с вероятностью помилования больше 10%, его посмертно оправдают, на вашу тюйму наложат штрафные санкции. Как же тогда казнить заключенных, спросите вы. Каждый смертник проходит слушание в комнате слушаний по условно-досрочному освобождению. Туда приходит апеллиционный судья и адвокат, а также сам заключенный, и начинается 4-х часовое слушание по делу. Если заключенного помилуют, то он автоматически меняет свой статус со смертника на заключенного строгого режима, и начинает подчиняться общему тюремному распорядку дня. Если же помилование не произошло, то вероятность дальнейшего помилования падает, и в какой-то момент может достигнуть 10% и ниже. Вот тогда-то и нужно начинать казнь. Первым делом, когда процесс запущен, все заключенные должны проследовать в свои камеры для безопасности свидетелей казни. Далее следует испытать электрический стул, и после того, как вы убедились в его исправности, в камеру заключенного направляется священник для произнесения последних молитв, а также начальники тюрьмы и охраны, которые сопровождают смертника в комнату казни, в которой его уже дожидаются свидетели казни. Свидетелями выступают как семья заключенного, так и родственники жертв, которых он убил. После того, как казнь совершилась, свидетели покидают тюрьму, а тело казненного увозят для захоронения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok